Я думаю, в первую очередь менять нужно дороги. Например, я несколько раз ездил в Петербург. Это ужасающие дороги, когда идут груженные автомобили из-за рубежа, из Венгрии, из Финляндии. И есть одна дорожка маленькая для этих водителей, которые все время постоянно пытаются объехать, чтобы обогнать эти фуры. В результате происходит огромное количество аварий. У нас самое страшное – это дороги. Мой приятель, один американский, так сказать, русский бизнесмен, привез технологию дорог, которая делается в 4 раза дешевле, в 3 раза быстрее и сохраняет 50 градусов минус и плюс, при этом гарантия 15-20 лет. Ему сказали, что 350% откатов будешь строить здесь дороги. Поэтому он уехал в Казахстан, и там его лично принимает Назарбаев. Настолько он благодарен за то, что дороги такие прекрасные и уникальные. Вот еще идет вот эта проблема, что невозможно построить дороги, препятствия все время идут со стороны. Например, те же самые Химкинский лес, когда 10 лет прошло, прежде чем Путин все-таки доказал правоту своих слов, что нужно строить дорогу Петербург-Москва. Можно посадить рядом, надо обязать людей, чтобы они построили лес рядом. Посадили деревья, все собрались общим миром и посадили рядом лес. И ничего бы не было такого страшного. Но, к сожалению, неотъемлемая часть любой цивилизации, городов, где происходят все время какие-то изменения, достраиваются дома на старых домах, чтобы люди могли жить в центре или в городе, ну и так далее. Поэтому, в первую очередь, надо менять дороги, и тогда все будет более-менее нормально. И оттуда будет психология. Конечно, воспитание – это тоже важная часть для того, чтобы люди могли относиться друг к другу на дорогах терпимо. К сожалению, этого тоже нет. Все работают на нервах, все раздражены, все пытаются обогнать. Нет культуры. Вот это надо прививать с детских лет, еще со школы, с детских яслей. Я участвую часто в акциях «Дети рисуют о дорожных транспортных происшествиях, о ситуациях на дорогах». Дети рисуют, и сегодня идет лучшая тенденция. Уже рисуют позитивно, дядя Степу и так далее. То есть вот это надо тоже учитывать, воспитывать с детского возраста людей к толерантности, к терпимости и, конечно, к правилам дорожного движения. Ну и надо в первую очередь учесть тем, кто строит эти дороги или те, кто занимается строительством. Нужно восстанавливать все дороги. Делать не на один-два дня, чтобы все время была работа, а нужно делать на сто лет, и чтобы люди могли ездить постоянно на хороших дорогах, как это делается в Европе.